Закончилось вечернее собрание. Над городом спустилась ночь и тень. Кто на машине, кто-то на трамвае домой спешит. Ведь завтра новый день. Кому-то в школу, калыч, на работу. А ночь кратка, и нужно отдохнуть. Спешит святой народ, не замечая, что делается рядом и вокруг. Все разошлись. А у калитки старый старик стоит с пакетами в руках. Он также был с народом на собрании, и не случайно он сюда попал. Транзитом он. Воскресним утром ранним приехал электричкой в город наш. И так как поезд следующий, завтра решил молитвы дом он отыскать. Пока нашел, к вечернему собранию попал. Вошел, присел. И два часа так быстро, незаметно пролетели, но радовалась встрече душа, что не напрасно день святой воскресный провел, а вместе с Божьими детьми. Молился, слушал проповедь, пел песни, сознанием оторвавшись от земли. Ну вот конец. И снова возвращаясь к калитке той, где он сейчас стоит, и взглядом нежным лют он провожает, который по домам своим спешит. Никто не подошел, руки не подал и не спросил, откуда, как дела. А за окном стояла непогода, шел сильный снег. Тогда была зима. Он не из тех, кто будет обижаться, дитя Он Божье за спиной года Господней школы. И не колебаться Он научился в ссылках, лагерях. Он уповал всю жизнь и уповает на милость Божью, Божью благодать. Господь не медлит, и Он посылает ответ Свой, но Его лишь нужно ждать. Вернувшись в дом молитвы с посещения, припарковав автобус, юный брат заметил у забора человека. Тот самый, что с пакетами в руках. Он подошел к нему и руку подал. «Приветствую», — сказал. «И как дела?» В ответ услышал. «Братец, слава Богу! А кого-то ждете, может быть, меня? Я, я сказал старике, вдруг тут слезы невольно покатились в его глаз. Проездом я», — тихонько произнес он. «А завтра поезд?» Мне бы до утра... Да, да, простите, словно понимая, в чем суть проблемы. Старика, прервав, как будто между слов слова читая, тот паренек ему вопрос задал. «А поезд вашего сколько?» «В три пятнадцать». «После обеда, значит?» «Точно так. Я не позволю вам, отец, скитаться со мной, пойдемте. И прошу, я вас». Остановив последнюю маршрутку, они уже отправились домой. Домой, где было небогато, но уютно, и ужин ждал горячий за столом. Жена лет девятнадцати от роду, дитя грудное. Вот и вся семья. Но приняли по-царски, в непогоду, как Господа, Спасителя Христа. И долго-долго свет горел в окошке. Рассказов деда не было конца о чудесах и благодати Божией, которую подкрепляло в трудные года. Потом была молитва, благодарность. Общение на славу удалось. И если бы не плоть и не усталость, встречать рассветом новый день пришлось бы. Проснувшись утром, завтрак ждал пришельца. В дорогу чай, а к чаю пирожки. Молитву совершив от всего сердца хозяев дома, он благословил. Отвез тот юный брат его к вокзалу, вагон его нашел и посадил. И долго провожая поезд взглядом, за встречу он Христа благодарил. Уже три года, как Христа спасение, пришло в его безбожную судьбу. И верующим став, без сожаления отбросил жизни грешной суету. Он видит то, что многие не видят. И закатав по локоть рукава, спешит туда, где только лишь услышит, что есть проблема или есть беда. Не по годам он взрослый. Для того Бог послал его навстречу к старичку. Ведь только сердце любящее может прочесть без слов живой души нужду. Все чаще дети Божьи порицанием становится все в мире на устах за то, что позабыли сострадание и к ближним огонек любви угас. Слепыми стали мы, стали глухими. Нас манит в жизни тление миражи. Мы не хотим, да просто нету силы сознаться в том, что этим мы грешим. Коль зрение твое вдруг притупилось, закрылись вдруг духовные глаза, у Бога исцеление есть и милость, пока не поздно возвратись туда, где первая любовь твоя горела, где жил не для себя, а для других, где, несмотря на трудности и время, ты с милосердием ближнему служил. Слава Богу! Слава Богу!